Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас за тест новиночек 18 каталога Фоберлик. Начнем мы с вами с лака. Я нанесла его в один слой. В обзоре заказа вы его видели. И сейчас покажу, как выглядит в один слой. Вот вы уже видите, достаточно плотное перекрытие. Мне очень понравилось, но я буду наносить еще второй. Вот смотрите, девчонки, как выглядит в один слой. Да, кстати, очень быстро сохнет. Ноготочки шершавые, поэтому, если хотите, чтобы они не были такими шершавыми, наверное, нужно покрыть каким-то топом, да, какой имеется. Лак очень красивый. И если с первого слоя он такой розово-коралловый, что ли, да, не такой красный, как в баночке, со второго, мне кажется, он будет еще насыщеннее и красивее. Мне нравится пока, все очень нравится. То, что шершавые ноготочки, ну, ну и пускай. Зато очень красиво, здорово вообще так смотрится. Прям празднично, классно. Так, девчонки, а сейчас мы будем с вами тестировать новую линейку Global Oxygen, пеночку и масочку ночную. Мне уже не терпится их попробовать, потому что мне так понравился аромат вообще безумно. А потом я нанесу второй слой лака, посмотрим, как будет смотреться в два слоя. Но мне уже очень нравится. Хочется взять еще какой-нибудь лачок из этой серии, но тоже с вот таким вот мелким шиммером, без блесточек крупных. Я никогда не снимаю пенку, макияж пенкой, сначала мицелляркой, но ради вас это обязательно сделаю, потому что очень много частенько вопросов под видео, снимает ли эта пенка макияж, смывает ли этот гель макияж и так далее. Я так поняла, что многие из вас пренебрегают мицеллярной водой. Девчонки, я вас призываю этого все-таки не делать, потому что мицеллы растворяют загрязнение, пенка смывает уже их до конца. Но сегодня я так сделаю, потому что знаю, что опять будут вопросы, смывает она макияж или нет. Все-таки некоторым девочкам не нравится пользоваться мицелляркой. Мы немножко смочим с вами лицо. Вот, и макияж у меня достаточно стойкий. И будем пробовать с вами умываться этой пенкой. Три нажатия, да, сколько она выдала. Как я на камеру буду смывать глаза, я не знаю, девчонки. Сейчас что-нибудь придумаем. Буду смывать глаза, потом отключаться. Сейчас пока кожа вот так. Очень приятная душка. Но маски вообще бомбезные. Мне очень понравилось, как она работала на руке. На лице, надеюсь, будет не хуже. Пенки много, она прям обильная. И продолжают девчонки пениться на лице. Ой, есть такой холодок. Знаете, у меня от чего так было? Какая-то свежесть на коже чувствуется. У меня так было от гаммажа из линейки кислородное дыхание. Потом, когда поскрабируешь личко, помассируешь, смоешь, такое ощущение, что кислород проникает в кожу. Это даже не ментоловый такой холодок. Я не знаю, как будто у тебя клетки открылись, и ты чувствуешь, как через них проходит воздух. Ну, как будто именно в зоне лица вдруг воздух стал холоднее, и ты чувствуешь его движение. Вот этот момент есть. Мне так нравится этот эффект. Иногда он достигается за счет ментола в составе, а иногда не знаю, за счет чего. Потому что здесь не ментоловый холодок, я его не чувствую абсолютно, никакого ментола. Его здесь нет и в помине. Не знаю, кислородный комплекс так работает, наверное, в Эберлик. Вот это ощущается, действительно. Это не похоже на другие пенки, которыми пользуешься. Вот прохладушка движения воздуха сквозь клетки. Я не могу вам это объяснить, иначе кто такой же ощущал, тот меня поймет. Так, я смыла кушончик, получается, сейчас глазки, девчонки. Вот, нанесла пенку, и будем с вами на глазки наносить, сильно тереть не будем. Я думаю, она и так должна справиться с макияжем, потому что мы с вами в прошлом видео, да, в обзоре заказа пробовали смыть карандаш на руке. Ну, хотя тушь просто так, она, конечно, не снимет. Придется немножко потереть, как ни крути. Здесь уже никуда от этого не денешься. Я не вижу то, что сейчас видите вы. Возможно, там все черное. Я это не вижу, девчонки. Ну, вот вроде я уже пальчиками не ощущаю туши на своих ресницах. Вроде все подсмыла. Пошла смывать. Фух, девчонки, смыла. Ну и что, я весь макияж смылся, как вы видите сами. От него не осталось и следа. Так что, кого волновал вопрос, смывает ли эта пенка макияж, она его смывает отлично. И тушь, и стрелочку, все смыла. Все, кожа чистая. Так, при ближайшем рассмотрении, кожа действительно чистая. Кожа чистая и заматированная. Не пересушенная, нет. Заматированная. По ощущениям, она увлажненная. Но, мне кажется, не знаю, девчонки, как она себя поведет на возрастной сухой коже. Потому что, знаете, такое есть очищение до скрипа. Поры чистые. От макияжа не осталось и следа, да, вы видите. Мне кажется, что места вот в Т-зоне, лоб, которые сохнут зимой и которые склонны к шелушению сухой кожи, она может вот как-то еще больше и сушить. Но пенка у нас ведь не конечный продукт ухода за лицом, да. Мы с вами должны использовать тоник. Я сейчас возьму корейский немножко сбрызну лицо и потом протестирую масочку. Хотя, конечно, из этой линеечки бы тоник сюда и посмотреть, как она работает вкупе. А так увлажненная, очень чистая, очень чистая. Какой-то цвет выровненный, красивый лица сразу, да. Я не всегда себе без макияжа нравлюсь. Иногда что-то цвет лица или еще что-то. А тут прям как-то вот хорошечно все, девчонки. Прям хорошо мне нравится. Мне нравится. Для жирной комбинированной нормальной кожи точно будет хорошо. Так, прошлись тоником. Слегка протонизировали свое лицо и шею, декольте. Здорово, что эта линейка еще борется со взрослыми изменениями. Я надеюсь, она действительно с ними борется. Так, я вам не сказала артикулы, да, в обзоре заказа говорила, а сейчас нет. 5807 пенка. Я очень люблю такие продукты, мне понравилось. Понравилось еще ощущение вот этого во время использования. После нет. Вот этот гамаж у меня после гамажа, как будто кожа дышит. А здесь вот когда во время, во время. Так, открываем здесь у нас заглушечка. Так, я вам не сказала теперь артикул маски ночной, да? А где он на банке? На банке его нет, девчонки. Ну ладно, вы меня поняли. У нас по инструкции масочку мы эту наносим и через 10-15 минут, если требуется, промакиваем салфеткой. Написано так в инструкции. Если требуется. Вот мы сейчас с вами посмотрим. Написано небольшое количество нанести. Я крышечку взяла. И сейчас мы ее с вами измажем, эту крышечку. Гель плотный, аромат невероятно крутой. Гораздо круче, чем у пенки. Ярко выраженный у пенки, он деликатный. Так, всю крышку измазала. Наносим на лицо. Он холодненький такой, хотя стоит вот в ванной в тепле, да? Самое теплое место. Это аромат бомбезный. Мне так, девчонки, нравится. Я уже говорила вам в обзоре заказа, что хочу такой парфюм. В составе этой линейки у нас с вами витамин С есть. Люблю, когда есть витамин С в составе. Кислородный комплекс. Ой, у меня сейчас покалывание. Слушайте. Покалывание. В Т-зоне лоб чуть-чуть. Ничего себе. Кислородный комплекс. Я забыла еще, что я вам в обзоре заказа говорила. Здесь на самом тюбике не написано. Коробка была написана. Я их уже выкинула. Вот здесь вот покалывание. Прям, ну, покраснение. Навеки нанесу. Сейчас посмотрим. Прям вот тут, вот тут, вот тут покалывание. В Т-зоне ничего себе. Кислород погнал. Кислород погнал. Глубые кислои. По-моему, девчонки, если я не ошибаюсь, когда я вам показывала в обзоре заказа состава, здесь есть кислоты. Если я не ошибаюсь. Ацид. Цитрикоцид. Девчонки, это фруктовая кислота или нет? Я в составах вообще не собираюсь. И аскорбинацид, аскорбиновая кислота. Да, здесь есть однозначно кислоты в составе. Поэтому у нас действительно этот уход антивозрастной. Вот уже две мы с вами нашли, да, кислоты в составе. Серия, линейка с кислотами. Почему, интересно, на этом акцент не делают в каталоге? Если бы я знала, что это серия с кислотами, я бы себе взяла, возможно, и крема еще. Покалывание продолжается. У меня кожа нечувствительная, девочки, чтобы вы знали, да? Совершенно нечувствительная, привыкшая к таким истязаниям, что вам и не снились. Я нанесла среднее количество. Не сказать, что прям по инструкции небольшое. В принципе, среднее. Вот видите, кожа немножко поблескивает. И есть небольшая липкость. Мы с вами когда на руке тестировали, тоже была эта липкость. Но в целом, там, где покалывает, красноты не появилось. То есть это не раздражение. Вот здесь вот покалывает. Вот тут в этой зоне лоб уже не покалывает. И опять небольшое такое чувство холодка на лице. Движение воздуха через клетки кожи. Я это вот почему-то так называю, мне так хочется это описать. Оно есть. Как будто кожа начинает дышать полной грудью. Не знаю, как вам еще это ощущение написать, описать. Так, ну что, пока есть липкость, пока есть такой блеск от продукта на лице, я пойду пока наносить второй слой. Возможно, за это время коробка, кстати, из плотного пластика. Эх, не потратились такие дорогие масочки на стеклянную коробочку. Ах, Фаберлик сэкономил. Ладно, лишь бы продукт был работающий. Так, все, пошла наносить второй слой, посмотрим, что будет потом с лицом. Нанесла, девчонки, второй слой. И уже, да, он такой вот ярко-красный-алый. Очень красивый оттеночек красного. Еще плотнее выглядит цвет, если с первого раза он был немножко побледнее. Сейчас прям вот самое оно. Прям безумно красиво. Мне очень нравится. Я оттеночком довольна. Наличием шиммера, что нет крупных блесток. Прям довольна на все сто. Красотень! Ну что, девчонки, пока красила ногти, впиталась она, впиталась масочка, но осталась липкость. Вот именно после впитывания она ощутимая. Это липкость. Я прощу продукту эту липкость, тем более эта маска ночная. Промакивать здесь салфеткой, либо еще чем-то смысла никакого вообще не вижу, потому что продукта на лице нет, только липкость. Я думаю, что это из-за кислот. Вот так бывает из-за кислот, не знаю из-за каких еще компонентов составил. Видите? Как вам показать? Видите? Вот, видно. Но в то же время тон выровнен, лицо сияет изнутри нежирным блеском. Видите? Оно такое слегка сияющее. Тон ровный. Покалывание прошло через минут пять после нанесения, наверное. Тон ровный. Все замечательно. По первому впечатлению мне нравится, не считая вот этой липкости. Если она вдруг пройдет, я вам потом расскажу. Обязательно в ближайшее время пост инстаграм напишу. Ссылка на инстаграм всегда под видео. Проходите, подписывайтесь. Там много интересного бывает. А так вот. Видите, какая липкость. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Лачок вообще огонь, огнище. Прям мне нравится. Он так сильно блесками в глаза не бросается. В то же время такой красивый. Прям вообще супер. Так, что по поводу, девчонки. Сейчас достану средства нового нашего с вами универсального. Я мыла им уже полы. И хочу поделиться с вами отзывом. Девчонки, класс. Вообще просто класс. Я еще попробую поверхности как-нибудь разводить, протирать. Не знаю, тут можно все, что хочешь им делать. Сухая кожа рук, разводы и потеки, плохое удаление загрязнений. Важные факты о мытье поверхности в жесткой воде. Ну, ладно, это не надо. Самое классное это аромат. Вот этот аромат эфирных цитрусовых масел. Он действительно, когда вы моете полы, он есть, он присутствует. Я совсем немножко добавляла в тазик, помыла полы. Никаких разводов и до скрипа. Общее ощущение нереальное. Мне гораздо больше оно понравилось, чем наше универсальное концентрированное средство для мытья пола. Вот это вот как-то вот прям гораздо больше, особенно аромат. Вот этот вот неповторимый, то, что отдушка это натуральное, это очень ценно. Так, ну и вроде все новинки пока мы с вами протестировали. На этом буду прощаться. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.